Добрый вечер, дамы и господа! Мы с вами закончили разбор так называемых тренировочных комплексов. И сегодняшний вечер я бы хотел посвятить разговору о науке. Мы с вами неуклонно движемся в сторону архетипологии. Я думаю, что мы через несколько сессий уже туда придем и начнем заниматься тем проектом, ради которого я это все затеял. И я думаю, что в некоторых сессиях, в некоторых лекарствах мы достигнем архетипологии и начнем работать над проектом, из-за того, в котором я вообще начну все эти сессии. Окей. Значит, вопрос номер один выглядит так. Что вы наукой считаете? Ну, каждый из вас бы, наверное, по-разному бы ответил на этот вопрос. И я, наверное, так сказать, сказал бы еще так, что если к этому слову наука добавить слово академическая наука, да? Ну, и как бы вы бы, наверное, там еще как-то классифицировали это все, сказали, что есть точные науки, там математика и прочие, физика, есть естествознания, есть гуманитарные науки, там вот и далее, и тому подобное. То есть вы как бы для себя как-то это все классифицируете, как это принято в том обществе, где мы с вами живем. Ну, это address me. Добавляем в академическую сайту, мы бы скажем, что это позволяет кто-то, вообще кто-то, чтобы классировать какие-то сайты, которые знали для всех людей. Например, мы имеем сайты, что есть математика, геометрия, физика, кематрия, и так далее. Мы имеем сайты геоменитарных сайтов, как истории, и так далее. Так вот, мы с вами могли бы сказать, что некоторые люди придумали академическую науку и прочно держат свои позиции в настоящий момент времени. Итак, мы должны сказать, что, в самом деле, в отношении с этой классификацией мы считаем, что некоторые люди просто изменили и инвентировали все эти сайты, и они стоят на их точках, на их зрениях, и они держат их позиции крепко. И, в общем-то, чтобы мы с вами как бы не говорили, но надо себя спросить, а всегда ли подобного рода классическая наука, академическая, была вот такой, как мы себе ее сегодня представляем? И если мы вернемся на 100 лет назад, академическая наука отличалась от той, что есть сегодня. Она 300, 400, 500, 600, 700, 800, тысяч лет назад. Я думаю, что мы каждый раз получим разную академическую науку в эти периоды. Например, если я вам скажу такие вещи, как, что происходило, согласно классической истории, в первый-девятый век нашей эры, как мы себе привыкли это представлять? Большинство ученых говорят честно, что они не знают, что было в это время. Теперь начинается как бы прикол самый. Смотрите, мы отлично знаем, что было до нашей эры, да? Потом 900 лет ничего не знаем, а потом начинаем опять знать. Вот, и поэтому как бы у нас начинаются как бы неприятности, когда мы начинаем вспоминать, что, в общем-то, большинство ученых, которые положили начало современной науке, были европейскими мистиками. Мороу, мы, в общем-то, были очень много обстактов и даже проблем, потому что, в общем-то, большинство научных, которые изучили эту научу, которые мы знаем сегодня, они были европейские мистические люди. Давайте посмотрим. Ньютон. Let's take Newton, for example. Сонди. Сонди. Юнг. Карл Юнг. Все физики. All physicians. Все математики. All mathematicians. По сути своей, что мы не возьмем, именно европейские мистики превратились в ученых. So, actually, all in all, it doesn't matter what we take, what sort of science, all these people, they are European mystical people, and these mystical people turned and switched into the scientist. То есть, что получается? Некие мистики стали основоположниками классической науки, которая сегодня существует, и она еще и отличается. Та наука, которая была в 17, 18, 19, 20 веке, от той, которая существует сегодня. So, what do we have, in fact? What turns out? It turns out, like the mystics became the founders of the classical science. Moreover, the classical science of that period, like the 18th century, 17th century, differs quite much from the modern contemporary scientific viewpoint. А еще вы должны вспомнить, что мировые религии всю жизнь боролись за чем-то с наукой. И, в общем-то, если мы вспомним, то вся Европа состояла из того, что в этот момент времени, в эту тысячу лет последнюю, из того, что европейский мистицизм оказывал громадное влияние на умы всех людей, и, с другой стороны, на умы всех людей оказывала внимание, как бы, религия, да? Moreover, let's recall the fact that the whole Europe, when we're talking about the last thousand-year period, that is, the whole Europe was influenced by the European mystical people, mystical persons and figures, and they influenced the minds of all people. It was a really great impact. И мы точно, как бы, с вами, как бы, знаем о том, что человеку приходилось выбирать между бесполезными религиозными верованиями, непонятно того что. И трансцендентным знанием. И люди, которые были, ну, подчинённые, они, как бы, выбирали всегда простые вещи, так как они были, ну, необразованные, неспособные, как бы, понять трансцендентное знание, да, выбирали обыкновенную религию всегда. And we should say that we know that people who are subordinates, they always choose, let me say, some simple things, some simple beliefs and simple sorts of wayouts. That is, they were incapable of perceiving something more. А люди образованные, как бы, они выбирали трансцендентность, то есть, трансцендентное знание. И, в общем-то, они становились руководителем тех, кто выбирал простую религию. And people, well-educated people, they always choose the transcendential type of knowledge. And these people, on the basis of transcendential knowledge, always have become the managers of the others, of the subordinates. And, в общем-то, вот в таком положении я хочу, как бы, оставить этот разговор до завтрашнего утра. So, right up to this very moment I would like to fix our conversation and stop just for today and continue our tomorrow conversation right from this point. Have a good night.